С налогоплательщиками нашего города бюджет из всех уровней мобилизован в общей сумме более 15 миллиардов рублей. Это сопоставимо с показателями поступления по Республике Мариев и Республике Мордовии. Составляет 7,5% от общих поступлений по Республике Татарстан. Бюджет города нами мобилизован на более 1,3 миллиарда рублей, 27% из которых приходится на субъект малого предпринимательства. Безусловно, контрольно-аналитическая работа как одна из функций налогового органа должна обеспечивать в первую очередь дисциплинирующий эффект. Но без причины мы никого не беспокоим. Истребование документов и пояснение у налогоплательщика производится в строгом соответствии с действующим законодательством. Министерство экономики ошибочно выдало заключение, ошибочно подчеркиваю, потому что оно признало эту ошибку. И признало, что этот случай, то есть субсидии, которые выделялись на возмещение ранних предпринимательных затрат, они не распространяются на наш конкретный случай. Нам удалось собрать большое совещание в Министерстве экономики. Мы получили официальный ответ за подписью министра экономики Сдунова. Огромная работа была проделана аппаратом уполномоченного при президенте Республики Ратарстан лично Тимуром Дмитриевичем за что тоже огромное благодарность. В итоге получается, что Министерство экономики, заявив о том, что субсидия выдана целевая, она выдана на текущие расходы. Речь не идет о возмещении ранее произведенных затрат. Тем не менее, налоговая инспекция стоит на своей позиции и участвует в арбитражном процессе. Налогоплательщик достаточно правильно заявляет позицию, но неправильно была сформулирована позиция со стороны Министерства экономики изначально. Поэтому есть проблема, которую надо решать в суде. Мы со своей стороны тоже подготовили заключение, которое округа впрочу передали и будем сопровождать его судебном процессе. К сожалению, нам иногда приходится, даже когда мы согласны и понимаем, но мы считаем, что здесь все-таки судебная перспектива должна быть на стороне компании «Атон Импульс». Мы будем следить, как говорится, за развитием событий. Вопрос такой, почему налоговый орган выносит штрафы предпринимателям, мотивируя это тем, что предприятия работают с фирмой-однодневкой, мотивируя, что это вина предприятия, что они не проверяют эти фирмы. У предпринимателей объективно такой нужды не возникает, так как приобретаемая продукция получается по предпоставке за срочкой платежа. Судебные органы обращаются в суд, встают на сторону предпринимателей, но постоянно оно и то же происходит. То есть, куваны говорят так, выносят штраф 1400, у меня товары на складе, накладные есть, приходим на комиссию налогового органа, нам говорят, ребята, это ваша вина, вы проверяете. Значит, других в Тукаевском районе, ну, такого нет. Организовывая свой бизнес, вы несете, вы должны понимать гражданскую, правовую и юридическую ответственность за свои действия. И в рамках взаимоотношения, которые складываются у вас с фирмой-однодневкой, это ваше гражданское ответственность. Вы должны, рискуя, там, или, там, проверяя, или, там, действуя, обратиться. Для этого у нас есть, опять же, сайт 39 онлайн-сервисов, в том числе «Проверь себя и контрагент» один из сайтов. Зайти на сайт и меру гражданской ответственности снести. С тем ли я работаю? Если у этой фирмы один человек, значит, он зарегистрирует там, зарегистрирует, нет у него никакого баланса, нет имущества, значит, ничего нет. Как он может вам провести какие-то работы, пока примут? Это ответственность самого новоплотечника. Второй момент. Значит, у нас отодневка, значит, вы, вынося штраф, значит, мы собираем доказательную базу. Мы проводим опрос этого новоплотечника, поставлял ли вам он товар или нет. Если он написано «не поставлял», то есть никаких взаимоотношений с вашей фирмой не имел, значит, ничего не мог сделать, я вообще там, этот, директор там, не являюсь, там, и так далее, и так далее. Мы подключаем ММД. Правоохранитель дает оперативную информацию о том, что никаких взаимоотношений он не имел. Все это актируется, документируется, и только после этого мы выносим об штраф. То есть, прежде и то, значит, мы во многом, пожалуйста, отменяем по одной дне, потому что полная доказательная база не собрана. Тем самым мы при нелегитимности сделки, значит, когда уже собираем нелегитимность этой сделки, после этого только выносится штраф. Продолжение следует...